Главный тренер команды СГАУ Соротов Юрий Викторович Орлов. Юрий Викторович, какой комментарий могли бы Вы сказать по итогу сегодняшнего матча в Чехове? Итог матча? Мне, в принципе, очень понравилась игра моей команды. Да, то, что мы проиграли 10 мячей, я считаю, чуть-чуть не по игре. Но с тем составом, которым у нас сюда приехал, плюс еще у нас Данил Бочкарев в начале первого тайма, получил травму серьезную. Я считаю, что мы очень достойно играли. Не надо забивать один на один, три подряд не забили. Соответственно, вместо ничьи стало плюс пять, плюс шесть. Сами сломали себе игру. А с чем связана такая короткая заявка сегодня? Проблема со здоровьем. У нас ребята некоторые болеют, болеют некоторые микротравмы, решили не рисковать их здоровьем и приехать просто в очищенном составе и дать поиграть ребятам, которые в начале сезона поменьше времени проводили на площадке. Игрок команды с Гауфратов Анатолий Филиппов. Анатолий, что сегодня не удалось для победы в твоей команде, на той взгляд? Да все просто очень. Пока были силы, боролись. Не стало сил, посыпались. Глупые ошибки, невозвраты в защиту и нереализация самых 100% моментов, самых очевидных. Пока были силы, я считаю, мы очень достойно выглядели на площадке. Да и практически все, что... Ну, практически весь план на игру удавался. Силы закончились и посыпались по гонболям. Главный тренер команды «Чеховские медведя» Владимир Салманович Максимов. Владимир Салманович, поздравляем с победой. Тем не менее, матч неравный выдался. Как бы вы его описали? Ну, описывать нужно поэтам, художникам. А я могу комментировать только. Я считаю, что похожая игра была с Краснодаром мы играли. Мы также неуверенно сыграли в защите. И за счет неуверенной игры в защите, значит, началась колебаться чаша весом. Сегодня было все то же самое. Просто той команды до конца не хватило. И они проиграли тоже, по-моему, 10 мячей. И так же это не хватило. А наша игра была в Ставрополе, тех хватило. И там, где мы говорили, будут голевые ситуации, они не только получились, но их реализовали. Я считаю, что многим игрокам, ну, я считаю, в целом команде надо не только сплотиться в идее выиграть, но самая главная идея, надо научиться грамотно играть. Потому что незаброшенные мячи, это значит, уже хорошее было положение. И игрок обязан это реализовать. А то, что было там 6-метровое, значит, там 70% должна была быть реализация. То есть, как бы, ясно, над чем надо в целом работать. Но хотелось бы, я думаю, что многие игроки смотрят наше интервью, наши команды, и пускай делают выводы, что они не могут выиграть у лидеров чемпионата, если они не ладят качественной игрой защиты и нападения. Игрок команды Чеховской МДД Виктор Фурцев. Вить, поздравляем с победой. После поражения в Ставрополе очень она банально нужна. Как сегодня мог бы охарактеризовать ход игры? Да, ход игры вообще, для нас он никакой вообще ход игры. Ну, просто возить 50 минут с Ратовым, который приехал там без половины состава, ну, я думаю, что это как бы жестко, наверное. Вот, поэтому то, что мы 50 минут возили, и потом только в последние 10 минут сделали задел, вот это очень плохо. С чем связана такая вот вкатка тяжелая? Честно, я не могу объяснить. Я не знаю. Может быть, с тем, что молодежи много влилось? Как бы, не то, что молодежь, мы, как бы, опытные игроки тоже, как бы, не выдаем тот уровень, который нужно выдавать. Поэтому я считаю, что, как бы, мы не в тех кондициях, которые еще, ну, должны на 100% выигрывать. Дальше будут только победы? Будем стараться делать все возможное, чтобы только победы были. Спасибо.